На сельскохозяйственную технику ложится большая нагрузка. Многие машины и агрегаты задействованы круглый год. Ведущие производители техники изначально закладывают повышенный запас прочности. Но, тем не менее, ремонт неизбежен. Основной этап приходится на осенне-зимний период, когда в хозяйствах завершаются полевые работы. В хозяйствах закончили уборку всех культур. И сегодня интенсивно идёт ремонт в хозяйствах, как в крупных хозяйствах, так и в христианско-фермерских хозяйствах. Сегодня погода позволяет ремонтировать не сложную технику, не загоняя её ни под навесы, ни под ангары. Поэтому темпы ремонта довольно приличные. И эти темпы позволяют всю технику, необходимую к весенне-полевым работам 2013 года, отремонтировать в срок, что, я думаю, позволит своевременно провести все работы весенне-полевые. Важной составляющей получения значительных урожав является высокая готовность техники, отмечают специалисты. И это понимают земледельцы агрофирмы «Родина». В этом хозяйстве ремонт сельхозмашин близится к завершению. Селки, культиваторы и многие другие агрегаты уже в полной готовности. Их установили на специализированной площадке на хранение до весны. Старая пословица народная говорит, что готовы сани летом, ну а мы добавляем технику зимой. Чем сегодня и занимаемся. Потому что техника как будет подготовлена к весенне-полевым работам, так и будет работать. Естественно, качественный срок будут выполнены работы. 2012 год для сельхозтоваропроизводителей был сложный. Тем не менее, в родине получили достойный урожай пшеницы и очменян. Хороший результат вышел и по пропашно-техническим культурам. В итоге рентабельность производства 60%. Основную часть дохода определили на обновление парка. В этом году приобрели дисковую борону французскую, которая агрегатируется с трактором Джандир. Планируем на следующий год приобрести еще такую же борону, потому что качество совершенно другое обработки почвы. Планируем также обновить некоторые сельскохозяйственные машины. По большому счету, мы, можно сказать, что обеспечены техникой на весенне-полевые работы. Всего до начала весенне-полевых работ механизаторам района предстоит отремонтировать десятки тракторов и подвесных агрегатов. Организация, ход и качество ремонтных работ под постоянным контролем Инженерной службы Управления сельского хозяйства. Согласно плану, на четвертый квартал 2012 года мы планируем отремонтировать 42 трактора. Это то есть по плану, возможно, это будет больше, порядка 25 дисковых барон, порядка 40 селок различного назначения, пропашные, зерновые. В четвертом квартале, в первом квартале следующего года, в четвертом квартале этого года и в первом квартале мы не планируем ремонтировать зерноуборочные комбайны. У нас сложилось так, что зерноуборочные комбайны мы поставили на хранение. И до второго квартала, то есть где-то месяц-два до начала уборки, мы к ремонту комбайнов и к декретовке не приступаем. Набранные ежедневные темпы ремонта позволяют с уверенностью утверждать, что план ремонта основных видов сельхозтехники будет выполнен в срок.